МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире тележурнал «Все успеть» и я, его ведущая, Машану Тиген. Поздравляю вас с наступившим 2015 годом! Новогодняя суматуха позади, а это значит, оливье съедены, шампанское выпито, новогодние корпоративы отыграны и лучшие наряды показаны. Но впереди нас ждет очень интересный и занимательный год. В нашей сегодняшней программе мы обсудим тренды в одежде, украшениях и прическах, поговорим о зимнем уходе, а также приготовим новые вкусные блюда. Каждая представительница прекрасного пола старается выглядеть модно, красиво и элегантно. В этом нам помогают мировые модные тенденции. Несколько интересных луков мы рассмотрим в следующей рубрике, а поможет нам в этом бутик итальянской одежды «Будуар». В этом году прослеживается тенденция на завышенную линию талии, в то же время как низкопосаженным брюкам отведены в текущем сезоне второстепенные роли. Модные брюки завышенной талии предложили Селин, Джон Галлиана и другие именитые дизайнеры. И они не догадали, в брюках такой модели ноги кажутся бесконечными. С однотонными брюками можно выбрать огромное количество вариантов блузок, в зависимости от времени суток и местонахождения. К примеру, блузки и рубашки строгого стиля – это настоящая палочка-выручалочка. Днем такая одежда будет уместно смотреться в офисе самым строгим дресс-кодом, а вечером дополненное броским ожерельем может стать частью вечернего наряда. Субтитры предоставлены юбкой солнца и гривого красного цвета, способны разогнать зимнюю хандру и принести яркость повседневной жизни. Такая озорная юбочка безупречно сочетается с модным свитшотом. Надписи и рисунки на свитшотах в этом сезоне яркие, тематические. Мало найдется женщин, которые безразличны к украшениям, ведь они составляют одну из важнейших частей гардероба и помогают нам выглядеть еще краше и элегантнее. О главных тенденциях ювелирных украшений нам расскажет магазин Янц. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Сатина. Сегодня я вам расскажу о последних трендах ювелирных изделий. Начнем мы с браслетов на кисти. В этом году никто не упрекнет вас в обилии колец на каждом пальце. Сейчас это одна из самых горячих тенденций. Интересно, если кольца как-нибудь будут связаны между собой по стилю, цвету или составляют целую композицию. Такие аксессуары лучше всего смотрятся из металла. Основателем этого тренда являются сестры Катя и Соня Гайдамак. Существуют как закрытые, так и открытые на ладонные браслеты. Закрытые или сплошные полностью охватывают и закрывают кисть руки, а открытые менее заметны. Они более сдержанные и лаконичны, имеют тонкие изящные линии, выполненные в виде ободка. Многим может показаться, что такие на ладонные браслеты неудобны в ношении, но это не так. Браслеты разработаны специально таким образом, чтобы не препятствовать и не сковывать движение, и располагаются по той части руки, которая не отвечает за основные движения. Очевидно, что на ладонные браслеты на данный момент времени являются уникальным украшением, подходящим для светского мероприятия или модного показа, где гости стараются отличиться и удивить друг друга. С таким украшением вы станете эталоном современной моды. В следующей рубрике вы познакомитесь с тенденциями парикмахерского искусства, а также мастер салона Чина Буллин Дэй покажет свое видение ретро-прически. Валики. Самый актуальный элемент причесок в ретро-стилистике в этом сезоне, причем существует масса различных форм и способов оформления валиков. Для придания объема можно использовать специальные подкладки. Продолжение следует... Продолжение следует... В холодный январский вечер так хочется побаловать домочадцев сытной и вкусной пищей. Что может быть лучше собраться вечером за ужином с семьей и обсудить, как прошел день? Здравствуйте, дорогие зрители! Всех с наступившим Новым годом 2015 года! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Это мы замариновали, это у нас готово Теперь нам необходимо пройти на кухню И приготовить наши креветки и наши мидии Поставили воду, подсолили его, добавляем сюда дольку лимона И бросаем наши мидии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До этого нам понадобилось, чтобы приготовить соус оранж Апельсин Мы его нарезаем, мелко именно мякоть апельсина добавляем сахар сливочное масло и это все приготавливаем вот у нас получается вот такой вот соус вот на соус и мы этим соусом вот и вот и вот и вот я вот и вот и вот и вот я вот в конце вот 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 и вот так вот о haverмаркет что если вы не хотите сделать как здесь яتهуру и вот эти вот так вот здесь в основном Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы взбили 2 яйца и смешали наши специи... 1 ложку муки, кунжута и 2 ложки панировочных сухарей. Берем наше куриное филе, обмакиваем его в яйце. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наши куриные палочки готовы, они получились сочными и вкусными. Теперь я хотела поделиться с вами рецептом, как можно украсить новогодние капкейки в теме нашего наступившего Нового года. Для этого нам понадобится разноцветная цветная мастика. Я ее завернула в пищевую пленку, чтобы она не застыла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Капкейки и капкейки в теме Нового года готовы. Надеюсь, вам и вашим детишкам понравится. Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует...